Урожай без потерь. Проверено на сегодняшний день 5 сельскохозяйственных предприятий. Госавтоинспекция Бобруйского РОВД держит руку на пульсе уборочной компании. Сколько нарушений зафиксировано? Время не ждет. Наряд районного отдела внутренних дел предотвратил пожар. С помощью подручных средств и автомобильного нетушителя. Есть ли пострадавшие? Беременность не болезнь. Мы приехали на Робанск. Я плачула сливок. Пьяная женщина на сносях каталась на мотоблоке. Что грозит бесстрашной леди? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Фальсификация документов. Директор сельхозпредприятия в Чауском районе проходит по уголовному делу. С марта по апрель 60-летний руководитель давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчеты, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки. Из-за таких команд хозяйство потеряло 48 коров. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности составил более 23 тысяч рублей. В избежание подобных случаев правоохранители продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса. В Могилевской области задержали похитителей комбикорма. Один из них рабочий птицы фабрики выносил с предприятия смесь и дожидался подельников в условном месте. Те увозили мешки на машине. Преступный квартет задержали после очередной вылазки. Химикаты они сбыли владельцу фермерского хозяйства из Брестской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. За несколько месяцев подозреваемые вывезли 3,5 тонны комбикорма и 600 литров удобрений. Общая сумма украденного – 35 тысяч рублей. Похожий случай произошел в Белыническом районе. Там сотрудник одного из сельхозпредприятий вынес 120 килограмм комбикорма. 38-летний местный житель совершил хищение на своем же трудовом месте. На личном транспорте мужчина вывез сухую кормовую смесь для скота, спрятав ее у себя дома, где позже ее нашли сотрудники органов внутренних дел. Во время уборочной кампании правоохранители на постоянной основе ведут работу по выявлению хищений с территории сельхозорганизаций. Все тайное становится явным. В Могилевском районе рабочие сельхозпредприятия похитили 230 литров дизельного топлива. Инцидент произошел вблизи деревни Заборье. К преступлению причастны четверо мужчин 31-44 лет. Приятели слили горючее прямо в поле с веренной им техникой автомобиля, трактора и комбайна. Затем реализовали жителю Могилева. Похищенное топливо обнаружено на частном подворье могилевчанина. По указанному факту возбуждено уголовное дело. За последнее время это не первый подобный случай. Во время уборочной кампании в поле трудятся не только аграрии, но и правоохранители. Посеять это только полдела. Важно еще сохранить урожай. Причем часто не только от вредоносных насекомых. Охотников до государственного добра хватает. Задача МВД – собрать урожай без потерь. Жатва под прицелом и Бобруйского РОВД. Все внимание района ВГИ обращено на качество перевозки зерна к приемным пунктам. Транспортные средства проверяют на предмет просыпки злаковых. Кроме этого контролируют правильность выпуска техники, ее исправность, физическое состояние механизаторов и помощников-комбайнеров. Стоит отметить, фактов управления именно этой категорией в нетрезвом состоянии на территории района не выявлено. Проверено на сегодняшний день 5 сельскохозяйственных предприятий, около 500 единиц транспортных средств. Выдано 4 предписания госавтоинспекции в несколько хозяйств. В части устранения технических неисправностей, которые были нами выявлены именно в гаражах при проверке транспортных средств. Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности за допуск транспортного средства с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация. Для пресечения нарушений госавтоинспекция ежедневно выезжает в хозяйство по всей стране. Только в период подготовки к уборочной сотрудники ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей, 12 раз техникой управляли лица, не имеющие права управления. В Бабрюйском районе беременная женщина села за руль мотоблока, мягко говоря, под шофе. Около 10 вечера в одной из деревень внимание сотрудников ГАИ привлек малогабаритный трактор. Когда водителя остановили, оказалось, за рулем была нетрезвая женщина, которая находилась на восьмом месяце беременности. Мы поехали на рыбалку, я попила пиво, ребенок попросил мороженое, мы приехали купили мороженое. А свидетельствование показало полтора промилле алкоголя. Нарушительнице грозит штраф и лишение прав на пять лет. Губительный стакан 20 июля на Форштадте утонула женщина. Местная жительница выпивала дома со знакомыми. После компания отправилась искупнуться в озеро, которое находится на улице Золотина. 36-летняя бобруйчанка нырнула и пропала с поля зрения. Спустя 10 минут ее товарищи забили тревогу. Тело со дна извлекли сотрудники освод. Место, к слову, не было предназначено для купания. Мы напоминаем всех взрослым о самом главном правиле – это отсутствие алкоголя. Потому что по статистике большинство погибших и утонувших на водоемах находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего в Бобруйске с начала купального сезона вода унесла семь жизней, в том числе двоих детей. Все это произошло в местах запрещенных для купания. Несанкционированные пляжи всегда под особым контролем правоохранителей. Акватории здесь не обследованы, очистка не проводится. Скорость течения не соответствует мерам безопасности. На дне могут быть резкие уклоны, коряги и осколки стекла. Дежурство с отличием сотрудники Бобруйского РОВД предотвратили пожар в районе. События разворачивались в четверг, 21 июля. За полчаса до полуночи правоохранители заметили возгорание во дворе одного из частных домов в деревне Калиновка. Горела оконная рама. Предположив, что там есть люди, правоохранители проникли внутрь, но там никого не оказалось. С помощью подручных средств и автомобильного нетушителя сотрудники сбили пламя, тем самым предотвратив его распространение на все жилище. В результате пожара никто не пострадал, имуществу причинен незначительный ущерб. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!